Ученые Казанского федерального университета избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук. От этого я не стал ни хуже, ни лучше, от этого мои научные знания не повысились, поэтому как работал, так и буду продолжать. Детский сад. Мы вместе для детей с особенностями развития. Ребенок стал лучше себя вести, поведение намного лучше стало, какие-то слова проявляются. Опять работа. Студенты КФУ разработали телеграм-вод для быстрого поиска работы. Это был очень долгий, очень кропотливый процесс работы с разработчиками. Это было ужасно, но мы справились. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Сабина Гасанова. В набережных Челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского федерального университета Киберавтотех. Это новое структурное подразделение с стратегическим партнером, который является ПАО «КамАЗ». В открытии приняли участие генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов, премьер-министр республики Татарстан Алексей Писошин. Приняли участие в более 90 вузах, инженерных вузах из СААК регионов нашего государства. И лишь 30 лучших получат эмиранты. Передовая инженерная школа – это не только грантовая поддержка, не только государственное частное партнерство, это и большая ответственность. Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Кагогин, депутат Костумы Российской Федерации Альфия Кагогина. В создании крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, во будущем думать не можем. О новом формате подготовки инженеров в разработках и исследованиях рассказал директор Найбережного Челнинского института Махмуд Ганиев. Я считаю, что это разумно, логично, и он не может открыть где-либо, чем Найбережного Челнинского института. Потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер – КамАЗ. Соведующий кафедры ядерно-физического материаловедения избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности нанотехнологии. Все подробности смотрите далее. Александр Белушкин, заведующий кафедрой ядерно-физического материаловедения Казанского федерального университета, избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности нанотехнологии. Член-корреспондент – ученое звание, которое присваивается за выдающиеся успехи в развитии науки тайным голосованием в соответствующем отделении Российской Академии наук. Я, конечно, очень горд, что мне оказали такую честь, избравши меня в член-корреспонденты нашей замечательной, великой Российской Академии наук. Но от этого я не стал ни хуже, ни лучше, от этого мои научные знания не повысились. Поэтому как работал, так и буду продолжать работать, надеюсь, на благо нашей замечательной страны, на благо нашей Российской Академии и всех тех институтов, университетов, которые вносят свой вклад в развитие научной мысли нашего государства. Под руководством Александра Владиславовича студенты Института физики занимаются различными исследованиями. За время своей научной карьеры Александр Белушкин решил проблему успешной модернизации уникального импульсного реактора ИБР-2. Уровень образования бакалавров здесь, в университете, очень высок. Они, несмотря на то, что им приходится зачастую после бакалаврской работы переключаться в совершенно новую область исследований, они достаточно быстро и эффективно адаптируются к новым направлениям работ, осваивают совершенно новые для них и методы исследований, методы обработки данных, и новые области науки, которые они до сих пор не касались. В планах у Александра Владиславовича продолжение текущих исследований и работы над новыми, более масштабными проектами. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся междисциплинарный научный семинар для талантливой молодежи. Подробности далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялся научный батл, где молодые исследователи из разных институтов выступили с научными докладами. Научный семинар проводился для выявления способностей молодежи из разных институтов и возможностей информационного обмена, который в дальнейшем мог бы помочь развитию Казанского федерального университета. Мы наблюдаем очень много в стенах нашего федерального университета талантливой молодежи, но эта талантливая молодежь никак не взаимодействует между собой. И зачастую вот эта междисциплинарность, она не реализуется в полной мере. Мы решили с одной стороны найти талантливую молодежь, а второй познакомить их, чтобы между ними завязалась такая научная работа, которая бы в дальнейшем могла поднять и развить наш Казанский федеральный университет. На мероприятие выступили ученые и практикующие специалисты из институтов физики, геологии, химии и биологии. Участникам предоставилась возможность расширить свои горизонты в различных областях науки, а также представить результаты своих исследований коллегам. Сегодня я делаю доклад на тему моделирования микрофильтрации в цифровом керне. Планирую рассказать об устанавливающих вызовах, которые стоят перед данной тематикой, какие направления используются и как это применяется в рамках проекта Казанского университета в рамках научного центра мирового уровня. Напомним, что это не первое и далеко не последнее мероприятие в подобном формате. В ближайшее время запланировано еще несколько подобных семинаров. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюс. Уже практически целый год при Казанском федеральном университете функционирует детский сад «Мы вместе» для детей с особенностями развития. Об организации процесса обучения и воспитания детей в нашем следующем сюжете. Специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» Казанского федерального университета распахнул свои двери для воспитанников совсем недавно – в сентябре 2021 года. Здесь созданы все условия для социализации психологической поддержки и организации комплексного процесса обучения детей с расстройством аутистического спектра. На базе детского сада также функционирует центр сопровождения семьи. Здесь проводят консультации с родителями, оказывают психологическую поддержку, логопедическую, дефектологическую и иную помощь детям с расстройством аутистического спектра. Те дети, которые не попали в детский сад, они проходят обучение в нашем центре. Они посещают центр два раза в неделю в течение часа. За это время они получают индивидуальные занятия у учителя-логопеда и у учителя-дефектолога. За время проведения этих занятий родители, которые их ожидают, получают психологическую помощь с педагогом-психологом. Напомним, детский сад был признан федеральной инновационной площадкой по теме разработка и реализации адаптивной основной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра. Это позволяет использовать широкий спектр передовых технологий, разработок, исследований, направленных на всестороннее развитие ребенка. Ребенок стал лучше себя вести, поведение намного лучше стало, какие-то слова проявляются. Организируют, что все будет хорошо. Мы только на это надеемся. Результат, конечно, есть. Она смотрела в глаза. Раньше вообще не смотрела. Я этим садиком очень довольна. Ребенок очень хорошо ходит. Ну, тоже довольный. С удовольствием ходим. В детском саду мы вместе. Педагоги очень трепетно относятся ко всем детям. Находят индивидуальный подход. К организации каждого мероприятия подходят с творческим энтузиазмом. К примеру, совсем недавно был организован национальный татарский праздник Сабантуй. Педагоги детского сада познакомили детей с народным праздником – играми и танцами. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета разработали телеграм-бот для быстрого поиска работы. Все подробности смотрите в следующем сюжете. По данным исследования Высшей школы экономики, больше половины российских студентов вынуждены совмещать учебу и трудовую деятельность. При этом найти подходящую вакансию крайне проблематично. Именно поэтому команда казанских студентов разработала телеграм-бот «Опять работа» для быстрого поиска работы. Это был очень долгий, очень кропотливый процесс работы с разработчиками. Это было ужасно, но мы справились. Быстро и просто. Найти работу можно в два клика. Все, что нужно – запустить в бот и поделиться с ним контактными данными. ХРУ, Авито и другие платформы, они очень сложные. Они очень какие-то такие доисторические и так далее. Поэтому мы решили сделать что-то свежее, что-то трендовое и классное, для того, чтобы студенты могли легко, с кайфом искать себе работу. Команда разработчиков регулярно проверяет сотни вакансий и публикует их в дочерних телеграм-каналах. Подписаться на них можно, запустив бот. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В рамках официальной поездки состояла встреча исполняющего обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского с представителями Дагестанского государственного университета. Стороны обсудили вопросы научно-технологического сотрудничества, а также основные направления деятельности университета в рамках новой программы стратегического и академического лидерства «Приоритет-2030». Приемная кампания 2022 года продолжается. Рассказываем о четырех способах подачи документов в Казанский федеральный. Студенческая активность Казанского федерального университета выходит на новый уровень. Докажились на Дорожникову. Уже сегодня состоится премьера мюзикла «Его имя Королев». Ранее проект был показан в рамках фестиваля «Студ весна» КФУ. Подробнее о событии расскажем в одном из следующих выпусков. Это история о Сергея Павловича Королеве. Это великий конструктор советский, фигура, которая была засекречена вплоть до его смерти. Никто не знал, кто конструирует ракеты, кто запустил спутник. И как бы вся слава досталась Гагарину, и мы считаем, что нужно рассказывать о таких личностях. На самом деле это очень трогательная история. Мы очень часто на репетициях стояли за кулисами и рыдали даже в некоторые моменты. На месторождении Самарской области применены передовые технологии Казанского федерального университета в области нефтедобычи. Ранее разработанные в Казанском университете катализаторы уже были внедрены на действующих месторождениях в Республике Куба. Руководитель учебно-научной лаборатории «Мониторик и охрана птиц» Елабужского института Казанского федерального университета Ринур Бекмансуров уже больше года продолжает свой проект. Трансляцию из гнезда солнечных орлов Алтына и Алтынай. Напомним, стрим запущен в марте 2021 года в Альметьевском районе Татарстана. На этом все. В студии была Сабина Гасанова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok